Доброе утро! 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 на профпригодность, что ли. Вот так. Потому что, как актер действующий, да, вот в пьесах пишут, действующие персонажи, да, и мне вот Юрий Иванович, мой учитель, он все время говорил, действующий он, ты понимаешь, он не говорящий персонаж, он действующий. И как действующий персонаж, я, в общем, многим людям, которые в театр ходят, и меня знают как театрального актера, я уже все доказал. Я, то есть, и в театре Лермонтова, и в Тюзи вел достаточно активный образ жизни на сцене. А вот просто походить и поговорить с людьми, порассуждать, и заинтересовать их мыслями собственными, разговором, вот это было для меня интересно. Был ли готов к какой-то реакции? Никакой, вот скажем так. То есть, человеку совершенно стало неинтересно в этот момент. Нет, никакой реакции нет. Я не был готов, потому что людям либо откровенно не понравилось, либо люди, то есть, просто слово такое нехорошее, сленговое употреблю, либо людям либо откровенно спектакль не понравился, либо люди на него просто подсели. И некоторые ходят просто неоднократно на него, чтобы в этот процесс попасть еще раз, потому что вот этот вот беспощадный самоанализ, вот этот душевный стриптиз, который совершает герой, а вместе с ним и зрители в зале, они, видимо, также нуждаются в этой исповеди, как вот я и мой персонаж. Ну и действительно, вещь, наверное, бесконечная. Это может быть бесконечная. Самокопание. Тем более, что спектакль проходит всякий раз по-разному, естественно, Жень, буквально на несколько минут прервемся, потому что мы должны посмотреть очередной сюжет, потом обязательно встретимся. Бананы любят все. И это неудивительно, ведь именно в этом фрукте удивительно гармонично сочетается неповторимый вкус, витаминная и питательная ценность, и доступность. Психологи называют бананы самым вкусным антидепрессантом. Мякоть этих фруктов богата витамином В6. Он способствует выработке серотонина, гормона радости, который благотворно влияет на нервную систему. Бананы содержат калий и магний. Эти элементы помогают организму поддерживать нормальное артериальное давление, а также защищают от сердечно-сосудистых заболеваний. Полезны бананы и для людей, страдающих анемией, поскольку очень богаты железом. Большую пользу оказывают бананы и на рост волос, поскольку они богаты калием и природными маслами. Пюре из банана с медом и ванильным экстрактом сделают ваши волосы мягкими и шелковистыми, не хуже любого кондиционера. А если будете наносить подобную маску на лицо и шею, то через пару дней кожа станет эластичнее и мягче. Думаете, полезна лишь мякоть? Ошибаетесь! Потрите кожурой банана на место укуса комара. Зуд и отек значительно уменьшатся. Кстати, при всех полезных свойствах этого фрукта не стоит особенно им увлекаться. Достаточно съедать всего лишь один банан в день. Многие задаются вопросом, как же правильно выбрать бананы, чтобы они были вкусными и полезными? Самый простой способ ориентироваться по цвету кожуры. Она должна быть золотисто-желтого цвета с минимальным количеством темных точек. Идеальный способ хранения бананов держать их при комнатной температуре. Если вы хотите, чтобы бананы созрели, их надо завернуть в газету или накрыть темным пакетом. Пытайтесь правильно и будьте здоровыми. Евгения Гришанина, Жанна Кун. Программа «Жанна Кун» продолжается. И наша беседа с Евгением Жумановым тоже имеет свое продолжение. Жень, вот когда ты готовил этот спектакль достаточно серьезно, достаточно, наверное, сложно эмоционально, но происходило что-то такое, что вот в какой-то момент могло тебя развеселить. Были ли какие-то вот такие казусные моменты во время подготовки даже? Во время подготовки нет особо, в общем, я не... Но вот во время эксплуатации, такое слово скажу, во время того, как спектакль этот пошел, тем более, что я постоянно нахожусь в диалоге со зрителем, мне могут из зала на мой вопрос что-то ответить. Могут что-то сказать. Я, кстати, сотовый, не выключаю в момент спектакля. А, вот так вот. Мне могут позвонить, я могу ответить на звонок. Дальше спектакль продолжается. Вот. То есть вот абсолютный такой интерактив. И вот какие-то такие казусные моменты происходили уже в момент эксплуатации этого спектакля. Был, например, там доходит до кульминации очередной монолог персонажа, в котором в конце монолога, значит, ему становится плохо с сердцем. И я отчаянно, значит, это изображаю, вот, что мне плохо с сердцем, значит, небольшая пауза в зрительном зале повисает. И я через эту паузу обращаюсь прямо в зрительный зал и спрашиваю у первого попавшегося мне на глаза, у зрителя, спрашиваю, вас все еще интересует моя история? И он мне отвечает, да, только если вам больше плохо не будет. Такая вот. То есть больные люди как-то вот не очень на сцене смотрятся. Потом был вот забавный случай, забавный случай, но это был, правда, уже в конце спектакля. Меня обязали, буквально обязали просто после этого спектакля выходить на поклон. Хоть я в программке не написал исповедь без поклона. Я говорю, ну как, представьте, я написал исповедь, а потом выйду кланяться, да? То есть после исповеди разве кланяется? Ну, я стал выходить на поклон, стал выходить в маске, чтобы как-то этот театр сохранить. Я на поклон выхожу, но надеваю маску. И в конце спектакля подходит ко мне девочка, наверное, лет 15-16, ну, ребенок, да? Принадлежащая, очевидно, к какому-то вот из молодежных вот этих движений и направлений, в которых я не очень разбираюсь. У нее, значит, черт-те что на голове, черт знает какого цвета, у нее проколота бровь, значит, пирсинг, да? Вот, какой-то макияж совершенно сумасшедший. Вот. И она стоит с букетом, вот с такими, да? Вот такими глазами на меня смотрит, протягивает мне букет и говорит, вообще жесть! Здорово! Я тогда подумал, думаю, то есть, говорят же, да, то есть молодежь у нас потеряна, там и так далее. А вот тут ребенок вот такой пришел, да, понимаешь, она 15-16, она сидела два часа, слушала французский «Экзистенс». И ее приняло, понимаешь? Да, 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 да. Вообще жизнь. Вот это было, конечно, очень интересно. Ну вот, кстати, говоря о молодежи, сейчас же она в большей степени подвержена вот всем этим гаджетам, да, вот они сидят в сетях в этих социальных и так далее, и так далее. На зрительном зале, в театральном, кстати, тоже очень много молодежи. Вот, вот о чем я хотела спросить. А как ты думаешь, что нужно делать для того, чтобы вот количество молодых людей, ребят, в залы, на театральной постановке пошло больше? Ну, тут вот, когда срабатывает какое-то вот сарафанное радио, да, что вот сходите, посмотрите, рекомендую, да, по рекомендации. Потому что, то есть, люди, которые вот ходят в театр, да, они как-то и детей тоже. То есть, ребенок в семье знает, что родители ходят в театр, и он автоматически, он рано или поздно, он все равно попробует сделать то же самое, да. А что там родители делают, интересно, вот в этом помещении, да. Вот, зритель тоже. Главное, чтобы он удачно попал. Если на хороший спектакль, если зацепила, значит, будет дальше ходить. Так вот, какая тема может их зацепить сегодня? Ну, вот, я не знаю, мне говорят, что, что вот ты, вот у тебя падение, значит, да, изистенциальная философия. Сейчас вот ты с Сережкой Погосяном и сыграл, и в качестве режиссера поставил. Тоже психологическая драма. Что вот, мол, вот кому сейчас надо? И без того жизнь тяжелая. Что ты во всем этом ковыряешься? Но, тем не менее, я вот смотрю по зрительному залу, да, оказывается, не один я в этих откровениях нуждаюсь. И молодежь приходит тоже, им тоже это интересует. Вот, какой я внутри, что я? Люди любят задавать себе вопросы и получать на них ответы. Видите, какие-то примеры, что, оказывается, он не один такой, не только он себя об этом спрашивает, а огромное количество людей. А потом, ну, чем еще ценен в этом отношении театр, да? То, что это происходит прямо сейчас на твоих глазах. Да. Это все живое. Да, это не скажешь, не отхлебнешь пипсиколы, да? Не поешь попкорна, не нажмешь паузу. Это рождается прямо сейчас вот здесь. Тем более у нас сцена камерная. Мы буквально работаем на носу друг у друга. И тут уже, как говорится, не соврешь. Вот ваша совместная работа с Сергеем Погасяным, да? Это тоже вот два человека на сцене перед огромной аудиторией. Сразу ли Погасян согласился на то, чтобы работать в паре, в дуэте на достаточно серьезной постановке? Мы говорили об этом, то есть не конкретно об этой пьесе, а о том, чтобы поработать вместе вдвоем в качестве партнеров на сцене. Говорили мы с ним об этом очень давно, и что вот, мол, хорошо бы нам вдвоем с тобой, Сережка, что-нибудь сыграть. И тут появилась вот эта вот пьеса на двоих. То есть и Сергей, и я, мы люди, в общем, достаточно заняты. И проблема заключалась в том, чтобы найти и синхронизировать наше свободное время для того, чтобы осуществлять репетиции этого спектакля. Вот в этом была сложность. А так, на самом деле, мы договорились с Сергеем очень и очень давно, что мы оба выражаем обоюдное согласие вместе что-нибудь сыграть. То есть это была работа с удовольствием? С огромным удовольствием. А что предполагается теперь дальше? То есть один сыграл, вдвоем сыграли, втроем с кем-нибудь будете ставить? Может быть, будет спектакля на троих, да. Потому что я режиссер начинающий, видишь, я так начинаю с небольшого количества персонажей. Вот сейчас вот два персонажа, значит, Жанон Гюст, вот которого я играю, и Текстер Текстель, которого играет Сережа Погасян. Ну, я там немножечко на сцене место занимаю. В основном это, конечно, то есть соло у Сергея Погасяна. Но я тоже вот в этот ансамбль стараюсь тоже влиться. Потому что все-таки еще и как режиссер осуществлял постановку. Может быть, когда-нибудь я поставлю спектакль вообще без себя. Просто сяду в зрительный зал как режиссер и буду говорить, так, вы туда, вы сюда. То есть вот хочется быть режиссером? Нет, не то, чтобы хочется. Просто дело в том, что понимаешь, что эта ситуация ненормальная, когда ты и играешь в спектакль, и ставишь его. Это просто неудобно. Третий глаз этот должен быть. И я во время репетиции все время сидел в зрительном зале, когда Сережа был на сцене. И он говорит, ну, у меня партнер появится, когда ты в классе, что ты в зрительном зале все время сидишь? Он говорит, ну, я же должен на тебя смотреть, правильно ты делаешь, как, что там и так далее. Вот, поэтому... То есть вполне возможно, что через несколько лет все-таки мы так полноценную постановку и режиссера Евгения Жуманова все-таки увидим на сцене. Ну, через несколько лет. Возможно, я думаю, даже в следующем театральном сезоне. Октябрь, ноябрь, может быть так. Ну, совсем здорово. В общем так, Жень, пока мы с тобой работаем. Сейчас наши коллеги из казахской редакции продолжат программу. Ну, а потом снова мы с Евгением Жумановым в эфире программы «Жанакун». Продолжение следует...